Приветствую вас и ситуация следующая Значит, чтобы выбрать себе подходящую спутницу жизни Вам требуется для начала определить, какие у вас интересы Какие у вас предпочтения в жизни вообще Какой вы мужчина и какую женщину вы хотите видеть рядом с собой Далее, в процессе осуществления своей деятельности и реализации своих интересов Вы будете сталкиваться с людьми И среди этих людей вы будете встречать разных женщин и так далее И с какими-то из них у вас будет завязываться активное интересное общение Которое вам захочется продолжить И в тот момент, когда вам захочется продолжить это активное общение В этот момент вам нужно четко понимать для себя В чем вы с девушкой сходитесь во взглядах, а в чем нет И почему В чем вы готовы девушке выступить, а в чем она готова выступить и так далее Вот об этих всех моментах, особенно если вы решаете жить вместе Вам нужно как следует подумать Вам нужно как следует разобраться То есть для начала определить для себя вообще Чего же вы сами хотите Что же вам все-таки нужно Может быть у вас есть какие-то предпочтения касательно девушек Может быть у вас есть какие-то ценности, которые должны быть у человека Может быть у вас есть какие-то модели поведения Которые вы приемлете со стороны девушки и так далее Сначала нужно определить ваш психологический портрет Вас как мужчину И ваше желание и предпочтение относительно этого Далее Подумайте пожалуйста Что вы можете дать девушке И что вы хотите дать ей из того, что можете А что может вам дать девушке Ну по вашему мнению И от чего вы готовы отказаться Вот из всего массива От того, что она вам должна давать По вашему мнению И так далее Далее вы говорите, что Без терок и разборок К сожалению Это невозможно Терки и разборки Они будут всегда Они не всегда будут присутствовать Но вопрос в том Чего они касаются Если они не касаются Чего-то фундаментального Если они не касаются Каких-то ваших ценностей Того, что вам действительно важно Того, что вам действительно ценно Того, что вы считаете для себя принципиальным То ссоры и терки это даже хорошо В них люди подстают себя В них люди подстают других Другое дело, что ва Никогда не стоит в эти терки и разборки вступать Потому что вступая в терки и разборки женщины Вы скорее всего Скорее всего Поиграете Нужно выстраивать свою позицию В любых конфликтах В любых ссорах Достаточно грамотно И не участвовать в самой по себе ссоре Если видите, что девушка кричит Дайте время успокоиться Потом спокойно поговорите И поймите для себя Чего же она хочет И для себя решите Можете ли вы ей это дать И готова ли она идти на уступки Но изначально, чтобы вам недолго и счастливо Вам необходимо все-таки определить девушку Именно по своим интересам То есть так, чтобы вы прямо-таки вот чувствовали Что этот человек разделяет ваши взгляды Ваши предпочтения Ваши жизненные ценности и ориентиры А для этого необходимо заниматься определенной деятельностью И чем большими видами деятельности вы будете заниматься Тем больше кругозор у вас будет Тем больше вероятностов вы встретите Ту самую девушку Которая будет готова принять вас таким Какой вы есть И не будет желать вас менять В частности вот Тема, например, домашних животных Такова, что у кого-то может быть на них аллергия Кто-то может воспринимать их как что-то такое, знаете Хлопотное И так далее То есть вот это нужно понимать И поэтому лучше будет Если вы сразу для себя Вот эти моменты Они Если вы эти моменты для себя сразу определите То есть чтобы вы Не оказались перед Вот таким Неожиданностью Такими Неожиданностями Когда Все вроде бы хорошо Ага Все вроде бы здорово Вот Но Вот внезапно выясняется Что оказывается Оказывается Девушки не готовы, например, принять тот факт Что у вас есть домашний живот Ну это Оночает, что вы не сошлись с ней в интересах Это означает Несоответственно Несозвучивая вам Несозвучивая вам ее И в таком случае Девушка либо выступает вам Либо нет То есть Думать нужно Если выбирать Именно в контексте Данных аспектов В контексте того Насколько Человек Готов Вам Уступать Насколько вы Готовы уступать Человеку И чтобы вы Четко Определяли Для себя Играть Этих самых Уступок И Собственно Направление Этих самых Уступок Ну и так далее И так далее Чтобы эти моменты Были Вами Как можно Лучше Проработаны И Поняты Потому что Это очень важный аспект Для Совместной жизни Вот А я думаю Так Еще раз Хочу Сказать О том Что касается Терок Видите ли Терки Это Неотъемлемая Черта Неотъемлемая Черта Жизни Двух Людей Без них Невозможно Без них Не бывает Поэтому Выбирая Женщину Вы Смотрите На то Что это Всегда Другой Человек И что Это Другой Человек Именно Другой Он Не такой Как Вы А значит У него Есть Разница В взглядах С вами Это Здорово Но Все Определите Для себя Границы Дозволенного В Разницы В В В В В Рядах Одни Те 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 Ваша Девушка Посередалась Одна Очень важный Элемент Вашей Жизни А Именно Вот Так Заранее Определить Что Для вас Важно Что Для вас Ценно Что Для вас Приемлемо Вот это очень грамотное позиция. Вам должно быть хорошо именно с человеком, не с девушкой, не с супругой, не с партнером по ведению хозяйства, и даже не с партнером по сексу. Вам должно быть хорошо именно с человеком, чтобы он вас понимал, чтобы вы его понимали, чтобы у вас не было разности в восприятии одного и того, для этого необходимо общаться как раз. И вот, чем более активно у вас будет общение, тем больше вероятности, что все вопросы вы будете решать так именно, как вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.